Ароматы это сигнальная система, да? То есть, когда человек попадает в мир, где все ароматы ему нравятся, ну, например, дома, да, вы пришли домой. Домой у вас все ароматы, которые вас окружают, вас удовлетворяют. То есть, нет никаких лишних ароматов, лишних, ну, там, нет, ничего не сгорело, например, да, или там не сгорела розетка, которая пахнет как-то там особенным образом. Все хорошо. Ровно через 5-7 минут вы не слышите ароматы, которые вас окружают в доме. Вы сейчас уже здесь, находясь в магазине, где очень много духов, где очень много распыляется всего, уже, ну, я так больше чем уверен, что вы ощущаете этот мир как чистый воздух. Если касается духов, то аромат, который вам подходит, вы в нем себя должны чувствовать уверенно, и он дает вам уверенность, собственно говоря. Это и есть его основная задача. Любой аромат вам должен придавать уверенность, если вы его надеваете на себя. Первое, что надо делать, когда вы выбираете аромат, вообще в любой аромат, вы должны, первое, не слушать подруг, вы не должны слушать продавцов-консультантов в полной мере. То есть они не должны на вас влиять, они могут вам рекомендовать что-то из той серии, которую вы хотите. Ну, например, если вы пришли за свежим ароматом, вам продавец-консультант должен, ну, скажем так, преподнести несколько, или там дать несколько каких-то вариантов ароматов свежего направления, образно говоря. И вы должны сами уже выбирать из этого перечня то, что вам подходит ближе всего непосредственно вам. Вы не должны слышать слова «это очень модно», «это очень там востребовано», «это пользуются». То есть все это не имеет никакого значения в момент, когда вы выбираете аромат для себя, для своей души. Знаете, как бывает? Люди приходят, покупают модный аромат, классный, качественный, там, супер, все им пользуются. Его вы купили, а он у вас стоит. То есть вы его пользуетесь, вы себя заставляете, вы пытаетесь свою вот эту лимбическую систему пойти против себя. То есть она говорит вам, мне это не нравится, а вы говорите, нет, ты именно будешь пользоваться этим ароматом. Во-первых, это приводит к тому, что у вас начинается стресс, ну, скрытый стресс. Он очень опасный стресс, потому что вы не знаете, откуда он идет, вы не понимаете. То есть мозг вам уже сказал, что это опасно, там, беги и так далее. А человек не осознает, что просто аромат может иметь очень серьезное влияние, такое вот психологическое, физиологическое влияние. Вы просто не сможете нормально есть, нормально работать. А ароматы, если они вам не подходят, они вам запрещают делать абсолютно все. У организма первая и главная задача – это убежать из того места, где вам опасно. Поэтому очень важно, например, там, в рабочих помещениях делать проветривание. Потому что люди приходят с различными ароматами. Если это офис, где работает, там, 15-20 человек, каждый пришел со своими духами, там, как о фоне ароматов, да. То есть вы приходите в место, где просто ужас. И ваша работоспособность резко снижается.